здравствуйте уважаемые зрители здравствуйте уважаемые подписчики всем привет меня зовут ведьмак что давайте еще раз попробуем сегодня в hand of a2 пройти квест под названием звезда конце предыдущей серии я я не подготовил колоду но что-то как-то походу не подготовил колодка то ли она не сохранилась то ли чего придется сейчас походу еще раз это же делать так нас интересует шо не то нас интересует проклятие потеря проклятие либо проклятие обмен благословениями проклятием да ничего не сохранилось к сожалению вот дерьмо я бы так сказал это наверное это убрать довольно сложный квест поэтому не хочется сейчас тоже убрать не хочется брать те квест карты которые не относятся к этому квесту никак посмотрим что мы возьмем другое может конечно вот это взять и вот это взять так можно туда место из строила взять чем другое кого-нибудь другого мать теперь все еще не в тему будет если честно все убрать все по новой давай все херня давай по новой бичи всякие сейчас сейчас посмотрим нужно ли нам вообще что-то только броня разве что где убиваемость львиное сердце макканимальная жизнь месть дионисия какая-то чисто на посмотреть чисто на посмотреть благословенная прибыль непонятно так-то да а карту я вот кольцо я здесь хотел взять платиновая на гамбиты не влезла вот так давайте наверное а блин не то вот это получение пищи мими 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 ладно предпасы убираем берем берем спутник вот со спутником конечно вопрос интересный что нам дает аккуратный повтор предлагает повторить любой проигранный гамбит с маятником при согласии исчезает на трех входа но это хорошо на самом деле маятники меня больше всего беспокоят поэтому наверно пусть остается стрела поехали все что я делал блин в конце предыдущей серии на смарку пошло я не знаю почему он не сохранилось и 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 ну что поехали поехали получать проклятие нас получается эти серные карты которые выдают проклятие и предметы квестовые они всегда находятся первыми поэтому именовать их к сожалению никак нельзя забрать кубок ну нам в любом случае проклятие брать можно не трогать магов вы кладете кубок за пазуху и маги внезапно встают как один поворачиваться в вашу сторону и кричат пронизительный вопль сотрясает заплесневелая стропила крик становится все выше и вам приходится в отчаянии заткнуть уши звук отдается вашим черепе в вашей груди и ноги подгибаются вы падаете на землю вы отчаянно жаждете чтобы вопль прекратился что за пидорство да идите вы в задницу нахер мне надо такие приколы ага да я понял короче это была плохая идея забрать просто кубок с собой да нет так мы выиграть не будем самом начале так зафейлить это конечно надо уметь толку дальше теперь проходить потерять 10 максимальной жизни такое себе приключение ну давай быстрее эти анимации по полдня длятся у тебя желтоглазый пес давай давай гнида быстрее я ничего не хочу выбирать что ты выбрал мне быдло правильно все поехали просто начать просто кончить эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ она варианта походу нет да либо так терять хп либо эдак терять хп так хотя бы она просто дамажит а не отнимает максимальную жизнь бросок просто по-божески дамажит вообще выживу пипец они скачут эти кости дебильные и будто они из говна и палок сделаны хватит кидать секунд чмо ты бесишь он не убьет этот кубок вонючий пипец пол хп уже отожрал я все не могу выкинуть сыщ игра ты шутишь что надо мной сегодня быстро давай хильте меня суки суки не хилят так банда голова ревозов по 5 нас булава а чё на кстати требует а для открытия чтобы открыть жертва что у меня сегодня с языком чтобы открыть жетон нужно убить врагов 20 оскорненный понял успех здесь гораздо хуже чем провал в этом испытании ну что провал то всего лишь один огур а успех это скелеты и воры которые в сочетании дают гораздо хуже больше проблем чем угр но если на угре не косячит конечно как я люблю я нажал игре нажал проблему нажать то японова никакой нет разыграться еще конечно надо ну что я сейчас только сел записывать на свежую голову но не разыгрался ты не смог ломать меня но один удар я конечно пропустил на 20 хп влетел в лицо давай меня что-то меня естественно не хватает славы опять опять что вообще я буду скорый повелитель угров или угру убийцы но боже сколько не успех там ну вот чё я говорю сейчас будет жесть полная и бесповоротная анархистами что зашвыряет коктейлями молотова ну я и говорю сейчас будет жесть просто успех в этой карте потрясающе просто ладно давайте швыль скелета сначала растарабаним то они мешают хотя их не растарабанишь они они же бесконечные практически а я все-таки урон получил ну и бред убил ох ох такая там замахивается на труп пришел над трупами издеваешься женщина окей на гамбиты это я не уверен что мне прям особо это надо водопад молодости твою мать повезло так что дальше инквизиторы придется бить из инквизиторов казаться скотина пошел ты нахер убирает у меня снаряжение быдло водючка я бы даже сказал копейщики сраные сейчас меня будут утоваривать со всех сторон на самом деле может быть и не стоило брать это кольцо ловкача лучше стоило взять гнев хреты я нажал на игре плевать на прибежал лови тогда шатал так там этой стрелы еще не раздуплилась давай подожди я убью вашего братью не сейчас и стрели нехорошо шутбателл нэ нэ хватит это делать еще не зарядилась мощи на в лицо ему просто всунула что-то ему плевать до свидания вот такая маска зора на лице конечно смешная смешная маска империя узнает о том что здесь произошло мне наплевать неплохо мы на лутали бурлящик говно пока что портал мы не смотрим лавка что у тебя есть по снаряжению скажи мне пожалуйста кольцо пищи набрано про нанесенный картами потеря потеря уменьшается на 5 лет повара дай вот жизнь для принятия пищи вот это наверно взял уменьшение бог слава 12 можно чуть продать кстати говоря то что я купил только что продадим за полцены генериал химик льюис помочь химик льюису что я от него хочу я щет не знаю даже чё я хочу еды но еды мне дадут в принципе суши заткнись а ты мне мешаешь думать пидор тупорвылый деньги пригодятся наверное сучара налево не это кольцо конечно побеждает гамбит очень на изи но в этот раз и так повезло денег дай надо быть философский камень замутили дай 10 скитаясь полюса вы замечаете оленя светящегося серебряным светом это золотая антилопа которая попытаться приблизиться к оленю ой ой но он так то не особо конечно сложность ахахахаха идиот такой широкий блин и все равно чуть-чуть не проездился приближайтесь с осторожностью олень смотрит на вас золотыми глазами но не убегает предложите ему пирожок м как предложение пирожка связано с маятником скажите пожалуйста вы протягиваете оленю пирожок с пряностями осторожно его обнюхав олень откусывает из пирожка позволяя погладить себя по мягкой пятнистой шерсти серебряный свет окружающий оленя переходит на вашу руку и поглощает вас ощущаете странное чувство в коленях смотрите в ошеломлении как ваши монеты превращаются в печеную картошку ваш запас еды в серебро а устраивает вообще абсолютно идеально идеально оставив вас в раздумьях олень убегает в лес просто вообще именно то что нужно было 50 еды мне теперь вообще насрать ну все нет на самом деле 25 ходов всего лишь бросить кубок впердал ну это был хороший обмен прям золото 50 золота поменять написано еду что нужно правда мы сейчас биться будем с одной стрелы всего лишь то какие то пыридзы что не бьем да отстань ты ну что не умирает да я вижу что ты бежишь на меня я занят твоим братьями припечатал я еще одного припечатал подожди ломай ему голову занят наш немного изи и там 20 по моему надо оскорненных замутузить чтобы получить анлок оружие делу сделано че поставить на кон поставить на кон 5 золотых чтобы получить карту прибыли в конце уровня если у вас будет полное здоровье давай поставим пес с ним не страшно так гниющая пещера маг мы отдаем золото ему все потому что золото ведь у меня так много что аж его жалко невероятно хорошо сейчас эта хрень меня будет дамажить на каждом шагу уже да очень жопный кинжал так лавки но если мы только продадим что-то и мне все нужно поэтому пойдем так и стрела раздуплилась хватит меня демиджить кольцо фей то во-все в древнем лесу вы встречаете молодую женщину начало хорошее она плачет и за ее юбку держится ребенок а теперь уже плохое пойду ка я пожалуй дальше женщина рассказывает что ее старший ребенок исчез не вняв предостережение насчет кольца фей на лгу поблизости вы замечаете кольцо из мухоморов Вы предлагаете женщине помощь в поисках ребёнка. Едва выступаете, в кольцо всё меркнет. Когда зрение возвращается, лес уже не тот, что прежде. Деревья здесь фиолетовые, а на жёлтом небе сияет голубое солнце. Пробираясь по диковинному лесу, вы встречаете маленького брауни с огромной головой. «Я так хочу есть! Поделися со мной едой!» — говорит он. «Ммм, дать ему пять пищи». Он хмурится в ответ на вашу скудную подачку. «А, вот оно чё, Михалыч». А я отследил. Брауни жуёт булочку. «Ты это, если встречишь фавна, не верь ни единому его слову. Он всё время врёт!» — говорит он с набитым ротом. «А он ко мне подойдёт и скажет, я всё время вру!» И ты такой всё упал в парадокс, и дальше ничего не можешь. Вы идёте по тропинке навстречу весёлой мелодии. И на развинке встречаете фавна на развилке. Он играет на флейте, постукив в такт копытцами. «Чё я им могу помочь?» — говорит он. «Спрашиваете о пропавшем ребёнке. Ну, конечно! Вот такой вышедший, потрёпанный рвашечки. Он побежал туда!» — отвечает он, показывая налево. «А мы пойдём направо». Пробежав по тропинке, вы выходите к великолепному замку. Мост опускается, вы входите внутрь. При дворе королевы собралось множество гоблинов и фей. На троне восседает королева. У неё четыре английских крыла, четыре лица и змеиный хвост. Первое лицо — женщины, второе — пантеры, третье — козла, четвёртое — лебедя. Господи! Королева открывает все четыре рта, и её голос разносится эхом. «Смертные в моём дворце! Зачем явились?» Вы рассказываете, что ищите пропавшего ребёнка. Адамерит вас взглядом и говорит. «Я отдам ребёнка за одно ваше благословение!» Благословение мэра. Я могу отдать зелье молодость, в принципе. Отдать ей благословение. А-а-а! Ну ладно, еды вроде у меня хватает, будем надеяться, мне хватит. Из соседнего зала выходит гоблин, ведя за руку ребёнка. Он провожает вас до другого кольца фей и отпускает вас своясь. Вы переноситесь обратно на луг, где с нетерпением ожидает мать. Ребёнок радостно бросается к ней. Мать обнимает его и сердечно говорит вам. «Я буду молиться за вас каждый день!» Благословение матери. Вначале каждой карты вытаскивает благословение. Ничего себе, прикольно. Да-да, это молодец! Молись, молись! Но больше не дерись. Так, пердал. Ну... Продолжим, наверное, исследование. Дьяволёнок. В тёмном лесу на пеньке, но это мы уже читали. Дать ему проклятие. Так. Первым делом, конечно, проклятие кинжала. На. Вы даёте ему своё проклятие, и его лицо оживает. Вот такое злое проклятие. Спасибо вам. Вот вам мой скромный подарок. Отлично. Просто вообще отлично. Избавился от говёного проклятия. Но еда тоже не очень, конечно. Так, эти сейчас должны от меня отвалить. Мы пойдём дальше. А у меня денег нет, твою мать. Чтобы помолиться в храме. Опять инквизиторий. Денег нет. Но вы держитесь там. Блин. Зря потратил. Еду, по сути. Запечатать пердал. Let's go, убийца. Let's go, убийца. Это как ибица. Только let's go, убийца. Бица, бица, бица. Чё-то меня прёт. Не обращайте внимания. Так. Шатало, да? Ах, лец. И мы их шатаем. Ненех. Эстрелла фон Эстрелла. Почему ты в одиночку бьёшься, а не рядом со мной? Подожди. Ненех. Ах, ты сука. Хотел задоджить. Хватит бить. Мою эстрелу. Это мои чипсы. Ты не попал. Всё равно бьёт. Да что за мразь-то такая. Норм стрельнула. Хорош. О, тварь. И не отбил, блин. И не убил. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Тو, т.о, 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 т.о. Paperdal запечатан. Булавя распечатан. Защита игрока Удачный провал После проигрыша 2 точность гамбита Путем вытаскивания провала и большой провала Вытаскивать 3, господи, ну и жесть Денег, кстати, мне карта та не дала Но кладбище Витер свищит О, да Бросок Почему у меня бросок, только один Ну и бросок Ну и бросок, блядь Эм Подкраситься Не знаю зачем Но мы подкрались Так, ну лучше бы огра убили, епономатики Епономатики Так, это тот дебил, который кидается, я запомнил Ё-моё Ё-моё Отличный у вас просто 5 баллов Ну увидели, да Я повернулся, он всё равно по мне попал Кто, блин Делал боёвку в этой игре Уже второй раз ты лажаешь, сука Не очень удобный ракурс, прямо скажем Нет Перд тебе В рыло Здоровый бугай Так, ну выкопали мы это говно Это говно мне даёт проклятие Постоянно Исследовать кладбище Там золото, да? И чё-то я ещё не понял А, всё, 3 золота, да? Максимальное же Давайте лучше максимальную жизнь Плюс 15 возьмём Чем золото 3 Заткни бас свою Боже мой Сейчас я наберу проклятие Ох, наберу Вы теряете золото каждый раз, когда получаете жизнь Потрясающе Золото, которого у меня нет Странные Головорезы Анархисты с черепами Со скелетами Анархистические скелеты Опять, блин, сочетание говёное Чтобы я угробил Тут хотя бы один Анархистые скелетки Чё-то Это Ланд На-нах. На-нах. Учитесь, синьки. Синьки-скелеты. Вперед их уже наспавнилось. Хватит вставать. Я ваше лицо ломал. И не только лицо. Банда говнорезов. Так, это что? Случайные пересосовываются медленно. Возьмем кольцо. Кольца мы можем бесконечно носить. Недисциплинированность. Каждый отдельный враг наносит 200% урона при первом попадании в бой. Ни хера себе, бляха. Так. Так. И че ты снял? Ну, какое-то говно, короче. Полное, блин. Блин, жесть. В общем, в целом. Нас... Насру сейчас себе проклятие миллиард. У меня денег нет. Ну, ёпт, твою мать. А, я за славу их снимаю, да? Так. Первым делом снимаем вот это говно. Так. Ээээ. Кто-то сним... Нет, 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 нет. Кто-то снимаем. И всё. Мне больше не хватит славы, да? Эээээм. Ясно. Ну, хотя бы так. Банда говнорезов. Сойдёт. Пусть будет Огр. Он, конечно, больно бьёт, но... Он один. Ух ты, сука. Густер так сменил красный на зелёный. Опять у него стрелочка зелёная повесилась навсегда, походу. Вонючий бородач. Получаете 15 лени славы до поражения в гамбит. Затем карта сбрашивается. Сбращивается. Окей. Не очень, если честно. Так. Бебенятская болезнь. Генерал и мушкет. Давайте, наверное, на припасы поиграем. Неприятная, конечно, компания. На щитов поделить. Тинь-тинь-тинь-тинь. Это было понятно. До свидания. Она уже какого-то там... Ну ты был неожиданен, если честно. Чёрт вонючий. Всё. Отъехал. Педагог. До стына у тебя всё равно. Вы мега прыжком. Смерти. Стрельнуть хочешь? Да, стрельнуть хочешь? Я тебе стрельну, мразь. В лицо кувалдой. Ели. Да. Ладно, десяточку дали. Запечатать полностью. А чё? А, ещё доски пола какие-то скрипят. И так нормально. Монстры прорывают. Ого, какой-то Джиггернаут. Я такого ещё не видел. Давайте смотреть. Ни хера себе туша. Поганище. Скверная пропитана скверной. Кошмар, порождённый немощью и заразой. Ясно. Жесть какая. Я вообще не знаю, что происходит. Блин, не заметил даже этого. Блин, чё-то хреново как-то. Гадя Петрович хреново. Ты умрёшь? Он умер. А я покатился. Стреля уже нехорошо. Гуд бай. Май лав, гуд бай. Ты села не в свой трамвай. Не подходи. Ну ладно, ладно. Я понял, что ты хочешь ударить. Не обязательно это так демонстрировать. Стреля опять захорошела. Ай. Вылезел откуда-то. По мою душу. Да вы чё зашлись-то, ну? Он их ресает, что ли? Не пойму. О, сука. Добить надо. Ну просто жесть, какое-то месиво. Не люблю я такое месиво. Подожди, я только что его убил же. Он реально хрецает. Нихера-то замахнулся. Всё, до свидания. Пошёл отсюда. Он не умер. Лол. Я вас понял. Это надолго. Цепись. Или не ресает. Меня глюкануло. Мне казалось, я убил одного вот такого вот парня. Весёлого. Спись, парень. Кто-то остался в одиночестве. Гордом. Так. Пробивай. На, по голове. Это не работает на нём, да? Ну, короче, он такой же, как и его меньшие собратья. Только надо три раза долбануть, а не один. Ну, и привет новое проклятие, да? Скипитор. Скипитор. Воздеть скипитор. Молния удаляет скипитор, и всё заливает белый свет. Энергия бежит сквозь вашу руку, и вы чувствуете себя так, будто полываете изнутри. Угу. Ну, я примерно такого и ожидал. Но, естественно, надо надамажить 18 раз меня, да, 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 да. Куев же, да? Затем всё кончено, свет угасает, и вы видите оставшихся магов, разбросанных по пляжу. Вы думаете, что они мертвы, пока один из них не поднимает руку. Маг крепит свои последние слова. Не-е-е-е-е, кашляет он, и его последний вздох близок. Бросайте скипитор в портал. Ни в коем случае. Окей. В прошлый раз они меня просто убили, и маги. Секунду. Секунду. Так, продолжим. Эээ, так себе. А-а-а-а! Шальная вола накатывает на берег и утягивает вас в океан. Да-да-да, пиздец, блядь. Вот обшарил, так обшарил. Так, я могу что-нибудь продать? У меня ничего прода особо нет. Все нужное. Значит, нет. Отстань ты от меня. Ага, ну хватит мне. К счастью, славы пока что. Все. Все очень плохо. Так. Ну давай попробуем нанять их в этот раз. Ты еба. Она еще и в обратную сторону крутится. Легко вообще. Так, стеклянный замок. Вот ваше добро, говорит он, бросая вам и картограф по мешку с сокровищем. А ну, ладно. Денег на давали, но у меня тратить некуда. Да вот в чем проблема. Святая Деодема. Наденем ее. Да хорже выдавать мне, блин, проклятие, бесите. Ну, меня смущает предупреждение магов о том, чтобы не кидать скипетр в портал. Давайте поисследуем. Может быть, тут будет подсказка какая-то, которая нам поможет в этом плане. Но я не уверен, конечно. Очень великая вероятность вообще отъехать. Поскидал все, блин. Знакомый трактирщик. Последние слухи, пожалуйста. Ой. Мне предлагается их взять. Ловушки. Интересно. Возьму броню. Купим еды. Побольше. Пока достаточно. Дальше. Продолжаем терять славу. Борьба на руках. Сойдет. Опять деньги. Славы у меня почти не осталось. Не нужно. Так, 145 хп. Последнее это демонесса. Естественно, она оказалась последней вообще в раскладе, блять. Эх, скука. Скука, шлюха. Да без толка, она все равно 2 с ними только. Нужно все 3 шестерки перекинуть. Так. Нахер. Это у нас еще не особо интересно. Вообще никакой... Вот это надо убрать нахер. Конченное. Так, ладно. Но я не знаю, стоит ли мне кидать... Нож. Вот это что там, скипетр в портал. Потому что если я сейчас просру, то у меня нет никакого желания перепроходить этот квест заново. Он мне не очень нравится. Так, портал бурлит, как и другие, но из него не выходят оскверненные. Скипетр мага дрожает в нетерпении, вырывается из ваших рук и исчезает портали. Портал с неистостом схлопывается и исчезает и теряю всю свою силу. Так я ничего, даже никаких решений не принимал. Амбар сотрясается и вы вынуждены бежать наружу в безопасность. На дальнем пике виден столб энергии, подсвечивающий небо красным. Вы сомневаетесь, что это совпадение. Презив. Нам туда. Я так полагаю. Но. Ладно. Упачебудянька ли? Та-дам! Следуйте луч света. Вы следуете за зловещим лучом света, поднимаясь на вершину холма, с которого открывается вид на сельскую местность. Еще один портал окружают маги, некроманты и ведьмы. Этот намного больше, чем остальные. Пламя пляшет по краям воронки. Тайна тень, тайна провидца. Группа левитирующих магов начинает петь заклинания. Какофония звуков портала и рев штормовых ветров нарастают. Через некоторое время вы можете слышать только низкое и мощное сердцебиение. Они неразборчиво поют заклинания и дряхлая рука появляется из огненного водоворота. Фигура в балахоне с лицом, скрытым под капюшоном, выходит из пылающего портала и становится перед собравшимися магами. Он хрипит. Я вернулся, чтобы занять свое место за столом. Новая эра ждет. Маги и некроманты падают ниц в почтении. Они благочестиво молчат, как только голос раздается снова. За то, что вы вернули меня, мои предметы власти, вернули мои предметы власти, я награжу вас. Он опирается на посох и смахивает рукой. Золотые безделушки появляются в воздухе и падают на землю перед ним. Фигура кивает своим подданным и исчезает в языках пламени. В какой-то момент маги понимают, что они не одни. То есть я все это не мог прерывать, да? Нахер я вообще тогда проходил этот квест, не понимаю. Говно какое-то. Так, надо, наверное, тень убивать сейчас, потому что она вытягивает хп. А где она, кстати? Архимаг. В поисках силы и знаний они готовы, если потребуется, пролить море кровью. Маги стреляют заклинаниями издалека. Понял вас. Хераси летает мимо головы. Ну да, да. Надо же обязательно тебе встать в этот круг. Я еще не управляю своим предвижением практически ни хера во время боя. Хватит кидаться у меня этих говно. Блять. Боевка, конечно, не позволяет. Уж хорошо. Воевать здесь. Ну, хп у меня вроде много. Могу какое-то время получать дамаг лишний. Хереть. Оно не умирает. Все, наконец-то. Слава яйцам. Че она делает, я хз. Педагог. О, получи мышки, тварь. Ну, все, суки. Маги. Ненавижу маги. Я в ней на блядский. Пусти меня, сука. Ага. Я вас понял, вы охерели. Хорошо, что я хп себе надыбил много. Но, с другой стороны, не так сильно дамажит, в принципе. Пойдет. Просто сейчас затручим тебя. Мраза. Ну, тварь. Припечатаю всех, булавань. Сукинзоиды. Гнойные. Так. Так. Вы обыскиваете тела в поисках чего-либо ценного, но не можете уйти от вопроса крутящегося в голове. Кто или что было высвобождено здесь сегодня? Так надо было не стоять надрачивать, блин, а остановить это говно. Так, за закрытие портала. Черный котел. Вино богов. Испытание железом. За закрытие пердала. Волшебный клинок. Метеорный удар. Узор защитника. Но, в курсе, да, что метеоры, они сгорают все в атмосфере, поэтому они называются метеоры. Падают на землю только метеоритой. Так, к слову. За спасение ребенка из королевства феи мы получаем кольцо пира. В смысле, пира, конечно же. За победу над скляненным с помощью ищущей булавы получаем третью часть. Как говорится, убей 100 мобов и получи еще 200 в подарок. Ну ладно. Квест пройден. Мне он не очень понравился. Не люблю квесты с постоянно копящимися проклятиями. Такой был в первой части. Его было очень сложно пройти. Но к этому квесту я подготовился. Взял колоду, которая состояла из большого числа встреч, позволяющего снять проклятие. Ну, местами мне чуть-чуть повезло. И в целом мы все это с вами осилили. В следующей серии пойдем проходить луну. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok